Приветствую вас, и чтобы ответить на вопрос, давайте попробуем подумать так. Чтобы сохранить отношения по переписке, они должны эти отношения задержать в себе то, что задерживает отношения реальные, то есть эмоции, контакт, чувства, ощущения и т.д. Силой того, что без прямого контакта вы не видите человека, не видите его эмоций, чувств и т.д., переживаний. Вы не можете реализовываться с ним полностью как женщина, он не может реализовываться с вами как мужчина полностью. И, соответственно, из-за этого начинаются проблемы. Проблемы эти связаны в первую очередь с тем, что отношения по переписке являются однобокими. Вам необходимо постоянно писать, ориентироваться только на то, что вы пишете, вы человека не видите, что он делает, вы знаете, не знаете. Многое приходится вам додумывать. То есть, отношения на расстояние в большей степени образны. То есть, существует ваше воображение. Реально есть только переписка, а все остальное воображение. И, понимаете, все зависит от того, как быстро человеку надоест жить воображением, жить образом. Ну вот, допустим, и у вас, и у него есть свой круг общения, есть свой стиль общения, есть образ жизни. И в этом образе жизни есть реальные люди. И эти реальные люди, ну как бы вы ни старались, будут давать больше эмоций в отношениях по переписке. Как бы вы ни старались, чтобы вы ни делали, реальные люди всегда ближе, вполне ценнее востребований для человека, чем переписка даже любимого. Потому что какой-то переписка, это всего лишь переписка. А любимый находится в сознании. И рано или поздно это войдет на меня. Потому что человек не может выплеснуть свою энергию, он не может время давать. Допустим, мужчина хочет вас обнять, он не может. Мужчина хочет вас посылать, он не может. Мужчина хочет провести с вами время, он не может. И он не чувствует себя полноценным из-за этого. И вы не чувствуете себя полноценным из-за этого. И потому, как правильно сказал Афтурм, отношения на расстояние имеет смысл лишь тогда, когда у них есть перспектива. Когда в будущем вы обязательно сойдетесь, в будущем вы обязательно будете шить вместе. И если такая вероятность есть, то необходимо в своих списках обращать постоянно именно на это внимание. думать о том, что вы будете деланы, когда будете вместе. Мечтать о чем-то вместе. И в следующих избегать негатива. Негатив в отношениях по переписке гораздо более убийственный, чем во всех остальных отношениях. Потому что в классической форме происходит как? Ну, наговорили друг другу гадости, бывает. Встретились, сомнялись, поцеловались, все понятно. А здесь так не получится. Здесь необходимо писать, использовать ту же форму общения для того, чтобы извиниться, что и вы использовали при сорте. просто в силу одной и той же формы извинения не возьмите той силы, какой они могли бы обладать при реальном взаимодействии. И отсюда вывод несложный, что негатива нужно категорически избегать. Как можно больше юмора, как можно больше позитива, как можно больше смеха, непринужденности и так далее. Только лишь сохранение в таком ключе общения поможет вам, ну, по крайней мере, удержать этому мужчину до того момента, пока вы не сможете быть вместе, жить вместе, причастаться с собой, периодически друг к другу. И здесь мы подходим к самому, наверное, главному моменту, который заключается вот в чём. Смотрите, вы переписывались на 4 месяца, и 4 месяца всё было хорошо. Потом вы встретились в городе, провели какое-то время, и теперь, теперь переписка вас отдаляет. Вопрос. Почему до встречи переписка была хорошая, вас устраивала, а сейчас она вас отдала. Почему? Потому что, когда вы встретились, вы достигли новый уровень взаимодействия. И этот уровень взаимодействия при фактическом возвращении на прежний уровень, на уровень переписки, какое-то время помогал вам сохранять эту близость. Но на памяти, в месте перечитых моментов, долго не проживёшь. И поэтому тот уровень взаимодействия постепенно отходит на нет. И уступает это предыдущим. А к предыдущему уровню общения вы уже не готовы, потому что вы постигли более высокий уровень. И вы уже не можете общаться так, как раньше, потому что ваши желания уже изменились. Ваше восприятие уже изменилось. Общение по переписке наиболее хорошо подходит для друзей, для коллег, для собеседников. Ну, знаете, такие собеседники в клубе по интересам. А для любимых людей общение по переписке с личком бед. Вот если бы вы по скайпу общались, например, по аудио и видеосвязи. Вот это ещё могло бы постигать у вас. Это могло бы освежить ваши отношения. Аудио и видеосвязь. И то до определённого момента. Потому что всё равно аудио и видеосвязь, ну, не заменит реального взаимодействия. Никак. А вот переписка, к сожалению, вас, как любимых людей, как пару, может вполне уничтожить. Как друзья, как приятели, вы через какое-то время, может быть, вновь сможете общаться. Но как любимые, нет. К сожалению, нет. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok